Восемь семей с детьми, среди которых пятеро дошкольников, могут лишиться жилья в обители Рассвета из-за бюрократической ошибки. Новостям 7 канала члены общины Виссариона рассказали, почему их дома вдруг стали считаться нелегальными. Дело в том, что периметр будущей обители в далеком 1994 году определяли по лесоустроительным картам, пользуясь ими, лесники отметили в тайге и указали последователям Виссариона границы, в пределах которых те могут расчистить лес и построить дома. Весь этот участок перевели из лесного фонда, координаты зафиксировали и передали данные в кадастровую палату. И вот спустя 25 лет выяснилось, что помимо лесоустроительных карт существуют еще и геодезические, и они не совпадают. Уходит у нас участков 6 примерно. Вот один участок вот здесь вот уходит вместе с домом, видно вот здесь практически полностью. Вот тут вот два участка уходят вместе со строениями, какие у них есть. Вот здесь вот по получастка тоже с домом, тоже с домом получастка отходит. Ну вот здесь вот видно еще. Получилась парадоксальная вещь. По данным лесоустроительных карт, виссарионовцы живут в пределах выделенных им земель. По данным геодезических, есть небольшая погрешность. Однако именно этими картами воспользовалось Федеральное агентство лесного хозяйства, обратившись в суд с требованием пересмотреть генплан. Напомню, случилось это неделю назад. Надзорный орган усмотрел нарушение в процессе передачи земель общения в середине 90-х. А изменения в генплан 2012 года, по которому застраивались деревни вокруг обители Рассвета, как оказалось, не были согласованы с ведомством. Однако вообще не говорят, даже если на уровне структур, оформлявших документы, произошла ошибка, люди от этого не должны страдать. Нужно просто привести в порядок документы. Как это вдруг не совпало, я не очень понимаю. Но в любом случае разговор об изъятии смысла не имеет. Потому что уйти влево на сколько-то метров, уйти вправо на сколько-то метров, это все равно остается та же самая тайга. Тайга не обремененная никакими условиями. То есть участок в любом случае не попадает в природоохранную зону. Эти участки тоже законно оформлены, в кадастровые координаты у них прописаны везде. И по ним платятся налоги уже много лет. И вот люди как бы считают себя живущими на них законно. И считаются нормальными российскими гражданами, которые соблюдают законы. Это вызывает определенное напряжение. И людям оказаться без жилья, без места, где можно просто, без дома, за который ты платил столько лет, который вкладывался, строил. Это же построить здесь очень непросто. Это не то, что в городе построил, в магазине купил доски, принял. С детьми куда-то сейчас идти, ну куда? Мы надеемся, что это все разберется, каким-то образом разрешится и нас оставят в этом вопросе в покое.